Итоги, прогнозы, новости и тренды движения в фондовой Америке уже готовы представить вашему вниманию наши аналитики. Это актуальный обзор рынка США. Здравствуйте! Как и ожидалось, четверг для рынка акций стал днем роста. Инвесторы воспользовались позитивными корпоративными отчетами, чтобы укрепить оптимизм от протокола ФРС и двинулись открывать сезон покупок. Уживление на рынке акций помогло воспрять всем биржевым топом. К закрытию торгов доу прибавил 1,6%, NASDAQ вернул себе 2,7% в весе, а индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2%. Наконец-то снова выбрался за границу в 4000 пунктов и торговался на уровне 4057 пунктов. Сегодняшний премаркет тоже сулит хороший день рынку акций. Индексы призывно сияют зеленым светом. Но не так ярко, как того хотелось бы. В преддверии открытия торгов биржевые топы прибавляют от 0,3% до 1,2%. Таким образом, перспектива дня для S&P 500 выглядит как колебание котировки в пределах уровней 4020 и 4150 пунктов. Три основных индекса фондовой Америки находятся на пути к тому, чтобы прервать самую длинную полосу падений. 7 недель в минусе для S&P и 8 недель потерь для Dow имеют все шансы закончиться уже сегодня. С состоянием на сейчас оба биржевых топа уже выросли за торговую неделю на более чем 4%, а Nasdaq прибавил 3,4%. Это лучший недельный результат середины марта. Главный спонсор оптимистичных настроений безусловно Федрезерв, который в своих протоколах оставил рынку окно возможностей в виде потенциального смягчения агрессивности повышения ставок осенью. Кроме того, свежая статистика показала, что ВВП за первый квартал сократился на 1,5%, но данные о розничном потреблении убедили в том, что потребители не снизили свои расходы в первом квартале, даже несмотря на рост инфляции. Немного успокоили инвесторов и сильные данные о доходах розничных компаний Dollar Tree, Dollar General и Macy's, притупив послевкусие от падения Walmart и Target на прошлой неделе. Сегодняшний премаркет для гигантов ритейла и розницы, за которыми так внимательно следит рынок, гораздо менее оптимистичен. Ритейлер одежды Gap сообщил о серьезных убытках и на премаркете его ценные бумаги потеряли 19%. Из-за отчета о снижении по прибылям на 2% упали и акции розничного торговца Costco. При этом поддержку рынку акций сегодня может оказать сектор технологий. Как показал четверг, вера инвесторов в развитие сегмента начинает возвращаться. Акции Nvidia, которые падали на премаркете на 5%, к концу торгов восстановили потери. Ценные бумаги Dell Technologies подскочили на 12,4% после того, как компания опубликовала оптимистичные данные о квартальной прибыли и выручки, а рост мемных акций, в частности GameStop, до 67% может говорить о растущем аппетите к риску. Что касается бигтехов, то они вчера смогли прибавить от 2 до 7,5%. Общий фон для рынка акций складывается неплохой, так что вероятно сегодня Wall Street попробует взять передышку от медвежьего ралли и насладиться территорией покупок. Пока на рынке акций царит эйфория от роста, индекс доллара буквально выглядит уныло. Котировка в моменте упала до уровня 101,43 впервые с 25 апреля. За неделю индекс USDX уже снизился на 1,3%, и это стало самым большим недельным падением с первой недели февраля и второй недели снижения. Сегодня американец обосновался в районе уровня 101,70 и продолжает снижение. Прогнозный диапазон на сегодняшнюю торговую сессию располагается в пределах значений 101,30 и 101,90. Потенциальное смягчение политики ФРС сильно давит на американскую валюту. Свежая статистика, за исключением данных о новых домах, уже не пугает и соответствует ожиданиям рынка. Индекс цен расходов на личное потребление в США показал, что инфляция в апреле составила 0,2% в месячном исчислении, что значительно меньше, чем рост на 0,9% в марте. Годовой показатель также замедлился до 6,3% с рекордно высокого уровня в 6,6% и совпал с прогнозным значением. А что касается данных по личным расходам в США, то они вышли еще более воодушевляющими. Показатель вырос на 0,9% в месячном исчислении, превысив прогноз рынка в 0,7%. И это свидетельствует о том, что потребители продолжают тратить деньги, несмотря на рост цен. Расходы на товары и услуги были широко распространены в первую очередь на автотранспортные средства и запчасти, продовольственные услуги и жилье, а также жилищно-коммунальные услуги. В то время как расходы на бензин и другие энергетические товары снизились. Как понимаете, свежая статистика играет не на руку американской валюте, так что доллар имеет все шансы завершить неделю на минорной ноте. Ослабление доллара США благотворно подействовало на луне. Пара доллар – канадский доллар наконец-то выбралась из кофф значения 1,2800 и двинулась доказывать силу именно канадского доллара. Сегодня долларовый дуэт торгуется вблизи уровня 1,2730, что примерно на 100 пунктов ниже цены открытия текущей недели и на 30 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего дня. Динамика выглядит бодрой и сулит канадской валюте дальнейшие укрепления. Можем предположить, что торговый диапазон разместится в пределах 1,2640 и 1,2790. Существенное ослабление американской валюты помогло доллару дуэту вырваться из флетового движения. Кроме интригующего возможным разворотом Федрезерва, существенную подмогу в четверг каде получил от любимых сырьевых ресурсов. Нефть марки WTI выросла на 3,38% до 114,06$ за баррель, а эталонная Brent подорожала на 2,96% до 117,41$. Уже сегодня ресурсы торгуются разнонаправленно, а импульс к росту померк, но далеко уходить от достигнутых высот нефтяные талоны не спешат, продолжая оказывать посильную помощь канадскому доллару и укреплять его зарождающийся импульс к росту. Что касается криптовалютного рынка, то торговый четверг только усугубил боль цифровых активов. Биткоин упал на целых 5,28% до уровня в 28 155 долларов. Цена на эфир рухнула на 9,31%, и на протяжении сегодняшнего дня рынок криптовалют продолжал пребывать в унынии. Но ближе к открытию американской сессии цифровые топы немного воспряли духом, и на момент подготовки материала к данному видео биткоин торговался уже на уровне 29 150 долларов и демонстрировал намерение снова восстановиться. По сути, актив продолжает болтаться в своем ценовом коридоре между значениями в 28 200 и 32 000 долларов. Общий настрой дня сулит цифровому золоту подъем, а дневной диапазон колебания котировки может раскинуться в пределах уровней 28 500 и 30 500 долларов. Если биткоин сможет пробить верхнюю границу диапазона, то в принципе можно ожидать роста и до уровня в 32 100 долларов. Таким закрытием недели видят наши аналитики. Несмотря на волатильность настроений инвесторов, сегодня все же день обещает быть достаточно неплохим, а завершение недели – бычьим. По крайней мере, таковы предпосылки. Ну а какими будут факты, мы подытожим уже в следующем выпуске. Всем успешного завершения недели и до новых встреч. Увидимся в понедельник!